Всем привет! Сегодня поговорим о психологии, об отношениях, о турках, в принципе, о женщинах. Это мой какой-то крик души, негодование моё. У меня есть видео, вы знаете, на канале, когда истории такие, когда девочки убегают от отношений, не только из Турции, да, побег из Турции, и такой раздел есть, но и в своих странах, да, в каких-то обьюзных, когда они, отношениях. Сначала я, когда публикую историю, очень часто, наверное, процентов 80 девочек потом не пишут ответную кутырянку, что да-да, спасибо, бывает, что не нравятся мои советы, только тоже бывает. Ну, с ним какие-то благодарности слова, или я так... В общем, человек как-то начинает менять свою жизнь. В общем, мы с вами не просто так всё это снимаем, пишем комментарии, мы как-то всё равно воздействуем, влияем на жизнь других людей. И вот у меня была одна девушка, я не буду называть историю, я опубликовала историю по её рассказу, она обижала из таких обьюзных, нехороших отношений, и в итоге она, да-да-да, она всё сделала так, как мы с вами писали, просили, а со временем она написала о том, что всё-таки я думаю вернуться, всё-таки я не смогла от него уйти, она хочет вернуться в эти ужасно обьюзные отношения обратно. У меня первые мысли были, когда я читала это письмо, что, бля, столько времени потрачено, снято видео, вот это вот нервов потрачено, рассказано, люди писали комментарии, что зазрять человек вообще не изменился, не хочет менять себя, свою жизнь, зачем обратно в это лезть. Я так прекрасно понимаю, что... Почему это происходит? Это происходит потому, что человек не готов менять свою жизнь. Как я вам всегда говорю, всё, что с нами происходит, хорошее и плохое, нам зачем-то это в жизни нужно. Если у вас какой-то есть невроз, то, например, вы там в обьюзных отношениях состоите, или вы там же с алкоголиком, проще говоря, допустим, живёте, вам этот алкоголик что-то даёт, я это уже объясняла в видео, какая-то вторичная выгода у вас есть. Вы там, например, идёте, жалуетесь с людям, родственникам, соседям, ещё кому-то, неважно, там, детям своим, рассказывайте, как вам всё плохо несчастно, вас жалеют, то есть вас в недостатках на самом деле. Проблема-то не с мужем пьющем, он вам нужен для того, чтобы вы получали какое-то одобрение, сострадание, позиция жертвы и какую-то поддержку со стороны окружающих, потому что вы, по сути, недолюбленный человек, вы сами себя не любите, родители вам любви не додавали. Таким образом вы собираете вот эту любовь с других людей путём своих тип страданий. И вот когда вот в таких, например, каких-то нехороших отношениях вы убегаете из них, например, как-то убегают девчонки из Турции, а потом хотят к ним вернуться, это же, говорят, девочки просто... Во-первых, это страх быть одной, это, как все у меня правила, девочки после 30 и старше нести на секрет стоят на своём возрасте, это вообще гладалки не ходи. И они верят в то, что такие девушки, которые возвращаются в тяжёлые и нехорошие отношения, они верят... У них пелена на глазах, они верят в то, что всё будет хорошо, он же обещает, я хочу верить в хорошее. Глаза на плохое, например, даже если он бил, издевался, как-то шантажировал, оскорблял, называл плохими словами, всё это теряется, это всё она не видит. И я вот таким девочкам, просто чтобы не тратить, может быть, в будущем своё время, если вы чувствуете, что вы не готовы от человека уйти, не пишите мне, не спрашивайте у других людей советов, потому что всё, что мы делаем, это всё идёт зазря, мы тратим время впустую. Если вы не готовы, значит, вас это всё устраивает, вам это не нужно. И если вы не готовы, но пишите мне, например, письмо, я снимаю видео, это же опять говорит о том, что вы хотите собрать жалость к себе, почитать комментарии, это внимание к своей личности. Вот так. Ну, вы занимаете другое время других людей, как, короче говоря. Это тоже не есть хорошо. Я вот таким девочкам, которые возвращаются в нехорошие, абьюзные отношения, где их оскорбляют, убежают, не обязательно в Турции, в вашей, где-то в стране дома. Неважно. Вообще, когда вы возвращаетесь к плохому, это говорит о вашей слабости в первую очередь, и желании верить в то, что всё будет хорошо, закрыть глаза на всё плохое, что было. Но этого не произойдёт. Вы сами себя обманываете. Вот честно, я не знаю ни одних, ни одного примера за всю свою психологическую практику, за всю практику вот этих историй, которые я на канале рассказываю, за всё, что я в жизни видела. Я честно клянусь, вот руку на сердце кладя, говорю о том, что я ни разу не видела ни одного примера, даже в порядке исключения, чтобы человек уходил от негативных, плохих отношений, где его бьют, оскорбляют, или что-то такое происходит, насилие какое-то. И когда он возвращается, всё тут же перестаёт становится идеальным, никто его не бьёт, не оскорбляет, не унижает, нигде не закрывает, и всё ему разрешают. То есть вообще нет примеров таких, чтобы мужчина сказал, да, я исправляюсь, и так вот раз, и это произошло. Я не знаю ни одного человека. А если у вас в семье или в жизни такой человек есть, обязательно напишите, конечно, в комментариях, мне очень интересно узнать. Но я вас сразу предупреждаю о том, что может быть, так как человек жаловался вам периодически, ваш родственник, сестра, может, подружка, то просто всей правды, к чему она обратно вернулась, вам уже не скажут. Ей будет стыдно просто жаловаться снова и стыдно говорить правду, как она есть. Вот в откровенных беседах с моими клиентами никто ни разу мне не говорил о том, что я вернулся, и всё стало идеально, как он или она обещал. Всё становится только хуже. Вот это вы должны помнить. Нет таких сказок, к сожалению. Некуда возвращаться. У вас одно впереди, в тотеле, позитивное перед вами, это изменить свою жизнь, сменить схему поведения вашего, и изменить то, что у вас сейчас есть, если вы в браке развеститесь, или встать и уйти, и всё прочее. Вот это ваш позитив. А всё, что назад возвращаться, и вас обратно затягивает, это негатив. Никогда там чего хорошего, позитивного вам не светит. Как быть, когда мужчина обещает, что он изменится, исправится и всё прочее. Я вот по жизни придерживаюсь такого совета, вот честно скажу. Я, в принципе, человек очень радикальный, я легко принимаю такие решения, если меня, например, обидели, так как я знаю себе цену, я самодостаточный человек. Если меня раз обидели, я просто второй раз не буду поставлять свою щёку, чтобы они били ещё раз, правильно? Я что, и дура, что ли? Мне не нравится получать боль. Я радикально отрезаю. И в жизни я иду, скажем так, поднятой головой, зная, что если мне этот человек не пошёл, по жизни у нас не сложилось, не подошёл мне, у нас ничего не будет. Люди потому что не хотят, редко когда люди меняются. И вот если меня кто-то обидел, я с этим человеком прекращаю общение, либо я служу до минимума, потом оно всё равно, само собой прекращается, этот контакт. Это было всегда у меня в работе, в какой-то жизни, в социальной жизни, просто, блин, с соседями каким-то или ещё с кем-то. Мне одного раза достаточно, мне два раза повторять не надо. Поэтому я людям второй шанс не даю. Там, где второй, там третий, пятый и десятый шанс. Вот это очень частый вопрос про измены. А можно ли дать второй шанс? А вот ради детей, и тралалалала пытаются как-то найти подпитку люди, женщины своим вот этим сомнением про второй шанс. И все ради детей. Не надо ради чего? Вы ради себя должны внутри себя знать. А вы готовы пережить, например, измену и лечься в постель снова с этим человеком, который не любит вас? Если изменил, то значит не любит. Не бывает измен, там, по дурной голове, по пьянке или ещё как-то. Это, наоборот, отягчающее обстоятельство. Это значит, человек слабый, Он не выдержал вот этой провокации какой-то. Кто-то виноват, типа, а не он. Такого не бывает, виноват всегда только он. И я к тому, что когда вас обратно пытаются затащить в плохие вот эти отношения, когда вы были где-то в них недовольны, да, возвращается ваш бывший, появляется и всё прочее, никогда там лучше не станет. Если вам это обещают, что он исправится, я вам, знаете, на процентов 80 даю гарантии, либо всё останется как есть, либо 80% того, что не он будет исправляться. А он просто, зная, как вы соскочили, убежали с отношений, что вы сделали, он просто всё это учтёт и начнёт изменять вас. Он начнёт вас давить, подавлять, корректировать каким-то образом. Короче, не он сам будет меняться, что он вам обещает. Он всеми силами начнёт менять вас под себя. Он будет вам весить чувство вины. Это ты виновата. Я хороший, смотри, я ради тебя типа меняюсь, он что-то будет придумывать. А вина будет на вас. На самом деле он будет делать всё точно так же, как раньше, может быть, ещё хуже. Он просто грамотно теперь знает, как это обставить так, чтобы вы, дурой, выглядели. Чтобы у вас было чувство вины. Чтобы в эти игры играть. Ну, это обычно, знаете, история про каких-то маньяков, психологических садистов, которые жертвой играются, а вы, собственно, этому поддаётесь. Ну, в моральном плане абьюз тоже бывает такой. Когда с вами там играются, в общем, неважно. Я к тому, что, девочки, если вы вышли из плохих отношений, никогда туда не возвращайтесь. Ничего лучше не становится. Люди не меняются. Люди меняются вот здесь и сейчас, да, когда вы на грани вот этой расставания и с человеком составляете вот этот важный разговор, типа, ну что, да, да, нет, нет, что планы решения. Вот это самый главный разговор ваш, на что вы должны акцент ставить. Если после этого человека вы не приходите к консенсусу, он не начинает меняться, вы не начинаете... Короче, ничего не происходит. Всё, как раньше, никогда ничего не изменится. Вот так вам скажу. Всё. Если ещё бывает такое, ой, он изменился, когда он меня потерял, он точно почувствовал, что без меня вообще не может. Это на время, скорее всего. Навряд ли в таких историях тоже навсегда это. Навсегда это, когда действительно там что-то понимают. Короче, когда их действительно верят и надеются, шанс вот этот. Не потерять человека, им не воспользуются. Лючки начинают действительно, когда ценят, меняться здесь и сейчас, когда это нужно. А не потом, когда он там что-то осознал, что-то он там потерял. Это всё равно на какой-то период, но не на вечный. Это не вечная история. Человек действительно изменится только, когда он сам этого захочет и это действительно сделает. Ради вас, там ради себя, неважно, ради ваших отношений. В моей жизни были такие отношения, с которых я, например, сама разрывала, уходила. И как бы молодой человек пытался, например, возобновить отношения дальше. И у меня вообще тогда не было какой-то там жизненного опыта, мозгов там правильных. Я всё равно, я всегда просто себе прислушивалась, если часто меня говорить. Я всегда же в таком возрасте у меня понимала, блин, вот мне то-то, то-то, то-то не нравилось. Он мне обещал также, что всё будет измениться, всё будет замечательно. Но я его ловила. Мы начинали типа как друзья первое время как-то общаться. Я его ловила на интонациях, на словах, на каких-то маленьких поступках. Даже там подарки он какие-то пытался дарить, чтобы возобновить общение. Как-то дорожечку заново прокладывать к сердцу. И я в этом ловила вот эти акценты, которые мне не нравились в человеке. И даже тогда, вот мне там 20 лет было, я понимала, что человек не справится. Это его нутро, какое оно в нём есть. Что-то он пытается нереально, а вот так себя заставляет скрепя зубами изменить, чтобы я была рядом. Но по факту я даже тогда врубилась в маленьком возрасте таком, что ну пройдёт полгода, всё станет обратно на свой путь. Я это даже тогда почувствовала и поняла, что нет, это ни к чему не приведёт. Хорошему вернёмся к тому, что было и раньше. И даже тогда я так, короче говоря, выводы такие я делала. А что говорить о женщинах, которые возрастом постарше не 20 вам лет, а 30, 35, 40? Это вот желание вернуться назад в плохое отношение к себе, плохие отношения, токсичные отношения, где вас не уважают, не любят, над вами может как-то издеваются. Это просто ваша личная низкая самооценка и нежелание любить себя. Вы считаете, что вы вот этого достойны, ваш страх быть одной. Это всё к вопросам вашей самооценки, нелюбви себя. Если вы себя полюбите, ваша голова психикой начнёт меняться, и вы увидите, знаете, как вот просто ваше всё перевернётся, со стороны на себя посмотрите на ваши отношения с таким человеком, подумайте, блин. А таких, кстати, историй очень много бывает, когда после каких-то событий, как-то человек начал себя любить, примеры разные. И я многое в жизни слышала, что я посмотрела, как я с ним живу, чёрт! Да я собрала манатки, выставила его, или я там встала и ушла. В один момент просто вот так вот ты начинаешь на себя смотреть по-другому, на свои отношения и приходишь к правильным выводам и действиям каким-то. Но это происходит тогда, когда ты до этого в своей жизни что-то менял, самого себя внутри. Почему нет такого рецепта общего? Как поднять самооценку, начать любить себя? Потому что причины нелюбви к себе у людей у всех разные, это индивидуально. Это надо рассматривать, что вас привело к этой нелюбви. Это могут быть неброшенные, недолюбленные, без внимания дети в детстве от родителей. Это могут быть неприятные комплименты в подростковом возрасте. Там у тебя нос большой, ты толстая, горбатая, страшная. Есть такие, например, или мамы, например, есть, которые не любят своих дочерей. Такое есть. Когда, например, дедочки вырастают в подростковом, таком пубертатном периоде, и мамы их расценивают внутренне, сами этого не осознавая, как конкуренток, и дочек долбят. У дочки, например, просто у нее была в практике такая история, у девочки она очень высокая, стройная, красивая, просто модель. Но ее мама говорила, ой, у тебя ноги какие длинные, как ты джинсы себе будешь покупать, да на тебя размеров нет. Ой, у тебя ноги такие тонкие, длинные, как палки, как спички, как будто сейчас плюнь в тебя, и ты переломаешься, все, упадешь, понимаете? Ой, у тебя волосы кудрявые, как будто тебе там на гвоздиках намотали. Да что в этом красивого? Вот красивые прямые, например, волосы, как у меня, это красиво. А то, что у тебя, это ты в своего папашу. Мама, девочка была очень красивая, она занижала, как могла. То есть причины низкой самооценки и нелюбви к себе у всех разные. Поэтому и как поднять себе самооценку, это надо выходить из вот этих вот причин каких-то, опираясь на это только. Это все индивидуально, поэтому общего рецепта по поднятию самооценки не существует. Когда вы решите свою коренную проблему низкой самооценки, вашу, автоматически такой механизм запускается, вы в этот момент решения этой проблемы, вы к себе по-другому, не так критично начнете относиться, вы себя научитесь любить, вы на себя по-другому посмотрите. Вот и все. И, соответственно, потом уже посмотрите по-другому на свои отношения, к которым вы возвращались, какие-то нехорошие отношения, негативные, токсичные. Вот механизм вот такой. Я какой итог хочу подвести этой болталке, девочки? Если вы не готовы менять свою жизнь, не меняйте, наслаждайтесь, значит, вам это надо, вам нужен этот негатив, этот нехороший человек, у вас какая-то вторичная выгода на это есть. Тогда не тратьте время других людей на съемку видео, на какие-то советы или еще что-то. Идите просто к психологу, тратьте просто свои деньги, пусть он за деньги с вами работает и все. Просто у людей многих, когда они тратят деньги, у них какой-то механизм жадности включается, и им становится жалко потраченных денег, потраченного времени, когда он ехал еще на эту консультацию, полчаса туда, например, полуобратно, там часа, два-три часа времени из жизни потратил, еще и деньги заплатил, тогда люди реально меняют свою жизнь, потому что им просто вот пинок, скажем так, под зад получается. А когда они очень легко получают советы какие-то, людям не хочется меняться, тогда не тратите чужое время, вот что я вам скажу. Еще скажу, что если вас затягивают обратно в плохие, нехорошие отношения, ничего вам там хорошего не светит, поверьте. Это вообще 100% гарантия. Никогда в негативные плохие отношения возвращаться не стоит. Да еще вам больше скажу, что из хороших отношений не уходят и не бегут. Спасибо за ваши комментарии к этому видео, очень приятно за вашу активность. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok